Приветствую вас! И именно эйфория влюбленности проходит по-разному у каждого человека в зависимости от его эмоциональности, темперамента и типа личности. Как правило, это от 2-3 месяцев до нескольких лет. Соответственно, если человек, например, в большей степени интроверт, то есть его активность, внутренняя активность направлена на самого себя, раз человек может быть долго погрузен в самого себя, то в главном случае при данной ситуации может быть гораздо длительный процесс влюбленности. Если человек является социально активным, то есть ведет очень активный вернообразный образ жизни, то, соответственно, это может быть значительно быстрее. Но не зависит от того, насколько человек уверен в себе, насколько другой человек для него значен. Потому что обычно бывает так, что из-за личной заинтересованности, из-за того, что тот, с кем человек находится в отношениях, очень много значений для субъекта, и это мешает ему признаться для себя факт окончания влюбленности и так далее. Но нужно сказать, что, как вы говорите, настоящая оценка человека не происходит после того, как влюбленность приходит. Дело в том, если по большому счету, как правило, недостатки человека, его минусы, его слабости, они не проявляются резко и внезапно после того, как приходит влюбленность. На самом деле они всегда с ним, с этим человеком. Просто в силу эмоциональной вовлеченности субъект не замечает этого. Он не придает соответствующего значения тому, что у его объекта здесь есть минусы. И он свято верит, что эти минусы сами с собой исчезнут. Потому что чувства, зачастую, эмоционально слабого человека или эмоционально поддающегося человека, внушаемого человека, ну, сбивают с пути и не дают воспринимать другого объектива. Когда любовь проходит, то эти минусы просто-напросто врезаются в быт и в жизнь людей. Из-за этого кажется, что на человека открылись глаза, из-за этого кажется, что увидел того, кого любил, под новым углом и так далее. В действительности это все тот же человек, все тот же, как ним и был. Просто теперь мы перестаем его идеализировать. А точнее, лучше понимаем, что тот идеал, который мы рисовали и к которому пытались подогнать человека, он не бескижен. И в результате наступает реанимирование. Ранимирование, которое выявляется вот в той, что вы, видимо, называете «очнить по-настоящему». В действительности, как я уже сказал, оценивается человек сразу. И познается человек тоже практически сразу. По крайней мере, в общих чертах. А своего рода нюансы, некоторые особенности характера, ну, это можно познавать из сил жизни. И поэтому нельзя говорить, что по происхождению определенного периода будет соответствующая оценка, настоящая оценка человека. Многое, очень многое зависит от ситуации. То есть, если в жизни людей есть только определенные ситуации, которые позволяют человеку проявить себя только определенным образом, то, соответственно, и получится так, что у таких людей не будет возможности проявить себя и проявить себя по-настоящему, чтобы понять, чего они стоят. И оценка человека нужно только по таким критериям, как проявление себя. А в современном мире человек проявить себя может не так уж и часто. Ну, вот, думаю, такой ответ на ваш вопрос. То есть, суммируя. Безисказанное можно сказать примерно так, что на то, чтобы влюбленность ушла и эйфория требуется от полуметуса до двух лет, в зависимости от типа личности, а по настоящему человеку можно оценивать сил жизни, так его и не оценить. Почему? Потому что человек может сам себя не знать. Вообще очень мало людей, которые мог бы сказать, что они знают себя ну сто процентов. Примерно таких людей и нет. Потому что ситуации, в которых человек может оказаться бесчисленное множество, а, соответственно, проявлений черт характера тоже бесчисленное множество. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok